Продолжая тему выборов. Затопленное Приморье проголосует на выборах Государственную Думу заранее. Жители восьми пострадавших районов поставят галочки в бюллетенях не 18 сентября, как вся страна, на три дня раньше 15. В зоне бедствия будут работать 55 участков. Туда бюллетени обещают доставить всеми возможными способами, в том числе по воздуху и по воде. Голосовать будут 20 тысяч человек. Предстоящие выборы сегодня обсуждали в Москве ведущие политологи. Вот что они говорят. Ну, наверное, чуть позже вам покажем. А вообще, напомню, что до выбора всего 8 дней остается. Они пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам. Ну, а еще 225 по одномандатным округам. Официально допущены к выборам 14 политических партий. Эта кампания, напомню, проходит при ограниченных финансовых средствах. Из-за короткого плеча финансовые средства не удалось быстро сконцентрировать, и кампании идут в таком бюджетном режиме. То есть денег много не тратится. И это, кстати, можно назвать плюсом этой кампании. То, что по результатам ее будет довольно представительный орган, который на две трети обновится, нижнюю палату парламента, я имею в виду, то это факт.